В этой программе я путешествую в пространстве и времени от Ренессанса до Французской революции, чтобы выяснить, почему в музеях так мало картин, написанных женщинами. Снова и снова амбициозные художницы сталкивались с трудностями. Увязали в быту, не получали образования. Лишь горстки упрямых и находчивых женщин удалось оставить след в истории. Но в конце XIX века казалось, что здесь, в Великобритании, грядут перемены. В 1842 году правительство открыло в Соммерсет-хаусе первую школу искусств для женщин рядом с аналогичной мужской. Какой прорыв после сотен лет препятствий! Женщины учатся живописи по соседству с мужчинами. Но не все так просто. Через шесть лет женской школе пришлось переехать на противоположную сторону Стрэнда, где располагались магазины порнографической литературы и сомнительные бары. Как писал один журналист в 1851 году. Если правительство хотело найти худшее место для этой школы, ему это прекрасно удалось. Причина была очевидна. Женское искусство подрывало престиж мужского. Женщин-художниц изолировали. Их сделали вторым сортом. Но что бы ни думали в мире искусства, ситуация менялась. Женщины поступали в университеты, осваивали новые профессии, избирались в парламент. Открывшийся потенциал позволял им реализовать себя даже в таких областях, как фотография, скульптура и архитектура. Я расскажу о шести уникальных женщинах, изменивших наше представление о мире. Среди них домохозяйка из шведской деревни, которая произвела переворот в оформлении интерьера и стиле жизни. Близорукая художница, заставившая нас по-иному взглянуть на окружающий мир. И модернистка, которая сбежала в суровые пустыни Нью-Мексико, и там изобрела совершенно новый стиль пейзажа. За сто лет, начиная с 1850 года, женщины вдохнули в искусство новую жизнь. Им мало было изображать окружающий мир, они решили его изменить. Женский гений живописи На протяжении веков один из жанров живописи оставался исключительно прерогативой мужчин-художников – батальная живопись. Во времена империи она отличалась особой помпезностью. Но что, если этим жанром займется женщина? От поля боя буквально разит тестостероном. Тому, кто решится изобразить войну во всей красе, нужен крепкий желудок. Считалось, что викторианские женщины слишком впечатлительны для этого. Однако, одна из учениц новой школы искусств стала самым известным баталистом своего времени. Леди Батлер в девичестве Элизабет Томпсон родилась в 1846 году в богатой семье. Она выглядела настолько нежной и милой, что казалась типичной викторианской барышней-домоседкой. Однако ее рисунки говорят об ином. Вот альбом «Четырнадцатилетний Элизабет». Именно таких рисунков ожидаешь от девочки-подростка викторианской эпохи. Две женщины в гостиной, как в книге «Маленькие женщины». Но дальше, к своему величайшему изумлению, я обнаружила, что эту девочку даже в столь юном возрасте интересовала история, сражения и военные. Вот штыковая атака. Выстрел из пистолета. Откуда такое увлечение? Леди Батлер и сама не знала. Она писала в дневнике, «Странно, что меня так вдохновляет и увлекает война». Хотя ни в семье отца, ни в семье матери никогда не было военных. Даже в этих крошечных набросках ощущается необычайное честолюбие этой девушки. Интерес к исключительно мужскому, эпическому жанру. Стремясь воплотить свои мечты, 19-летняя Батлер поступила в новую школу искусств для женщин. И накануне первого учебного дня записала в дневнике, «Когда-нибудь обо мне еще услышат». Это случилось раньше, чем она ожидала. В 1874 году Батлер передала одну из своих работ Королевской академии. И в этом чисто мужском царстве ее картина вызвала необыкновенную реакцию. Та выставка стала сенсацией. Собралась толпа желающих взглянуть на картину. Пришлось даже звать полицейских. В тот вечер Батлер написала в дневнике, «Сегодня утром я проснулась знаменитой». Причем настолько, что всего через несколько недель ее картину купила сама королева Виктория. И сегодня она вывешена на видном месте в Сент-Джеймском дворце. Картина называется «Перекличка». Точнее, «Перекличка после сражения в Крыму». Здесь нет благородного героизма. Художница показала, какой ценой дается война простым солдатам. Кровавая Крымская война 20-летней давности еще не успела забыться. Батлер решила запечатлеть тяжелую правду сражений – грязь и кровь. Солдаты буквально изнемогают от усталости. Картина вызывает бурю эмоций. Ее выставляли в крупных северных городах, и везде она вызывала ажиотаж. Видимо, эта картина нашла отклик в сердцах викторианцев. Как ни странно, женщина, с такой точностью изображавшая реалии войны, никогда не бывала на поле боя. В своей автобиографии Батлер пояснила, художник должен держаться на расстоянии, чтобы ужасные подробности не отвлекали его от главного. Однако такая позиция художницы не мешала ее картинам производить сильное впечатление на непосредственных участников военных действий. В своем дневнике Батлер писала, «Слава Богу, я всего лишь изображаю войну, а не прославляю ее. Если бы я увидела сражение хотя бы краем глаза, то не смогла бы больше написать ни одной батальной сцены. Но это только подчеркивает ее незаурядность. Не следует забывать, что Батлер первой вывела на первый план в своих картинах солдат, участвующих в войнах». Батлер не ездила в Крым, но вы-то побывали в Гельмендии, в Афганистане. Я черпаю вдохновение в ее работах. Эта женщина пыталась сделать то же, что и я – продемонстрировать реалии военной службы и ее воздействия на отдельного человека. Сострадание, с которым Батлер изображала простых солдат, делало ее похожей на Флоренс Найтингейл в живописи. Но ей не хотелось ограничиваться репутацией чувствительной художницы. Раз мужчины могут изображать трагедию и жестокость войны, – значит, сможет и она. Картина на тему последнего сражения против злусов при Роркс-Дрифт, заказанная Королевской комиссией, позволяла Батлер в полной мере проявить свой талант. Но справится ли с задачей женщина, не бывавшая на войне? Все дело в ее прирожденном таланте. Картина в точности передает атмосферу сражения. Как женщине-художнице удалось этого добиться? Ведь она не бывала на фронте. Она съездила в Портсмут, где размещались войска, встретилась с участниками боевых действий, и те воссоздали для нее картину сражения, надели форму и разыграли эту сцену, чтобы она могла в точности воспроизвести каждую пуговку, каждый оттенок, а также выражение лиц. Вот какая она, Леди Батлер. Напоминает современных женщин-режиссеров, которые вместо стереотипных романтических комедий снимают боевики. Подробно изучают выбранную тему и выдают прекрасный результат. Значит, это историческая картина. Вы удачно выразились, именно историческая. В том-то и дело, настоящие художники должны писать исторические полотна. Обычно женщины рисовали цветы, портреты и пейзажи. Историческая живопись считалась отнюдь не женским жанром, однако Леди Батлер удалось в нем преуспеть. Стремясь к максимальному правдоподобию в своих картинах, Батлер воспроизводила атаку кавалерии, храбро стоя перед несущимися на нее лошадьми. Она писала. Я дважды наблюдала атаку кавалеристов перед тем, как написать «Шотландия навсегда». Лошади неслись прямо на меня. Искусство Леди Батлер помогло преодолеть многовековые предрассудки. Даже критик Джон Резкин, считавший, что женщина не может быть художником, в восхищении называл ее картины работами амазонки. Батлер удалось достичь триумфа в жанре, наиболее ценимом в мире искусства. Но вскоре сам этот мир оказался под угрозой. По ту сторону Ла-Манша молодые художники устанавливали собственные правила. Критики прозвали их импрессионистами, имитаторами. Но они были революционерами, считавшими, что в живописи главная быстрота, интуитивность и спонтанность, а не формальное обучение. Конечно, это прекрасно подходило женщинам. Но, разумеется, все было не так просто. Скоро на аукционе «Кристис» в Лондоне будут выставлены лучшие работы импрессионистов. В каталоге указаны знаменитые художники. Ренуар, Мане, Дега. Но есть здесь и две картины женщины-художницы Берты Моризо. Обнаженная натура ЛОТ-315, кто даст 180 тысяч? 181,90, спасибо. 190, 200 тысяч, сзади 220, Техас на линии. 240 из Лондона. 260 из Техаса. 280 с задних рядов. Кто больше? Продано. Мужчине в глубине комнаты 280 тысяч. Продано. Спасибо. Торги проходят оживленно. Но на первом аукционе импрессионистов более 100 лет назад публика проявляла лихорадочный интерес к работам Моризо, единственной женщины-импрессионистки. В 1875 году все внимание доставалось ей. На аукционе, организованном импрессионистами в Париже, работы Моризо оказались самыми дорогими. Она была уникальна. Ее талант и красота привлекали к ней внимание. Да не кого-нибудь, а самого отца импрессионизма Эдуарда Моне. Он написал 11 портретов Моризо. Вот она, в черном. В полудреме вытягивает ногу в розовой туфельке. Слишком нескромно. Критики посчитали неподобающей еще одну картину. Отдых. Моне изобразил темноволосую Моризо, сидящей на розовом диване так, как будто она вот-вот вытянется на нем в мечтательной эстонии. Думаю, эти портреты намекают на то, что под нарядной одеждой скрывается женщина, мечтающая избавиться от ограничений, навязанных обществом. И это странно. Ведь Моризо скорее следовала установленным правилам, чем боролась против них. Она родилась в 1841 году в богатой и знатной семье и выросла в элитном пригороде Парижа. Здесь женщин заставляли заниматься искусством, чтобы понравиться будущему мужу, а не ради профессиональных успехов. Поэтому исключительный талант Моризо и ее сестры Эдмы вызывал серьезную обеспокоенность. Один из ее учителей, Жозе Гишар, признавал необычный потенциал девочек и предупреждал их мать. После обучения они могут превратиться в профессиональных художниц, а не в посредственных любительниц. Понимает ли она все последствия? В буржуазной среде это означало революцию, граничащую с катастрофой. Но сестер Моризо было не остановить. Они пошли по стопам профессиональных мужчин-художников и копировали картины в Лувре. Однако карьера Эдмы длилась недолго. Она уступила дочернему долгу. Выйдя замуж за морского офицера в 1869 году, она оставила живопись. Постоянная тоска сестры по живописи придавала Моризо решимости не бросать искусство. Подружившись с Эдуардом Мане, Моризо вошла в круг его последователей. Мужчин, пытающихся запечатлеть на холсте современную жизнь. Она была восхищена. Художники, прозванные импрессионистами, пренебрегали правилами мира искусств. Но даже у них оставались старомодные представления о распределении ролей мужчины и женщины. Они проповедовали свободу улиц, анонимные прогулки по городу, наблюдения со стороны за богачами и нищими. Это жизнь флонера, городского бродяги. Но женщина-бродяга, женщина-флонер, это невозможно. Вогемные кафе Мон Мартра давно исчезли. Сохранился лишь один бар. Ла Бон Франкетт, который напрямую связан с импрессионистами. Говорят, здесь бывали знаменитые художники. Писаро, Сислей, Дега, Сезанн. Имя Берты Моризо не упомянуто. Дружба дружбой, но ночные улицы, кафе и бары богемного Парижа — неподходящее место для барышни. Однако Моризо отличалась настойчивостью. Она применила принципы импрессионизма по-своему, как нетрадиционную живопись в традиционном окружении. Вот повседневная жизнь того времени глазами Моризо. Она не посещала бары, кафе и театры, чтобы писать Париж 70-х годов 19 века. Она изображала знакомый ей мир. Комнаты, детские, спальни и сады. В 1874 году, в возрасте 33 лет, Моризо вышла замуж за брата Эдуарда Мане Эжена. Она мечтала о ребенке и через 4 года родила дочь Жюли. Моризо — одна из немногих женщин, совмещавших семью и карьеру художницы. Ее работы дарят свежий взгляд на семейную жизнь того времени. Она как будто утверждает, что в кругу семьи случается не меньше ярких моментов, чем в суете улиц. И она навсегда запечатлела чудесные, неуловимые мгновения, украшающие жизнь любого человека. Но даже оригинальный стиль не вывел Моризо на один уровень с коллегами-мужчинами. Богатство и положение в обществе избавляли ее от необходимости продавать свои работы. Поэтому, умерев от пневмонии в 1895 году, в возрасте 54 лет, она не успела достаточно прославиться. Ее могила тому доказательство. Какое разочарование! Даже после смерти Моризо буквально затмевает ее более знаменитый деверь Эдуард Мане. Вот его имя. Ниже имя ее мужа. Посередине Берта Моризо, вдова Эжена Мане. Вдова. Вот и все, что о ней известно. Как сказал Камиль Писаро, услышав о ее кончине, бедная мадам Моризо, о ней почти никто не знает. Однако сегодня, спустя 120 лет, ее имя прекрасно известно коллекционерам. Обнаженная натура кисти Моризо продана за 280 тысяч фунтов. Правда, за картины ее знакомых мужчин-импрессионистов предлагают намного большие суммы. Есть ряд мастеров, картины которых считаются наиболее ценными на арт-рынке. Первыми приходят Наум Мане и Ренуар, также Пикассо, Шагал, Матисс. А есть ли среди них женщины? Теперь появляются. Последние 5-10 лет начинают предлагать большие суммы за картины женщин. Например, в феврале на аукционе Кристи была зарегистрирована рекордная цена за прекрасную раннюю работу Моризо, около 7 миллионов фунтов. Это самая дорогая картина из написанных женщинами. Но полотна Ренуара продают за 20 миллионов, а Мане за все 40 миллионов. Выходит, покупатели считают, что ее работы хуже? Не думаю. У нее свой стиль. Ее картины до сих пор считаются прорывом в живописи. Ведь она рисовала людей, а не пейзажи. По-моему, Батлер одна из лучших художниц-импрессионисток. И в наши дни, безусловно, заслуживает большей славы. Несмотря на некоторую приторность, импрессионизм отказывался от устаревших традиций и стремился отражать окружающую действительность. Но искусство не двухмерно. Если смотреть на мир шире, то за стенами галерей открываются целые новые миры для творчества. Здесь, в пасторальном Сурее, женщина-художница, вдохновленная импрессионизмом, применяла этот стиль по-своему, используя холст намного большего размера. Гертруда Джекилл одна из лучших цветоводов в истории. Но считать ее просто садовником значит умолять ее гениальность. Прежде всего, она была художницей. Честь для нее сад являлся холстом, на котором она воплощала свой замысел, используя вместо красок растения, наиболее подходящие для выбранной цели. Гертруда Джекилл родилась в 1843 году. Она на два года младше Берты Моризо. За 60 лет она разбила более 400 садов, опубликовала 14 книг и написала более тысячи статей. Она хотела заставить людей обратить внимание на мир за окном. Но задолго до того, как взяться за лопату, Джекилл использовала кисть. Она была ученицей школы искусств для женщин, как и ее современница Леди Батлер. Она мечтала стать профессиональной художницей, но ее карьера окончилась, не успев начаться. Как и все профессиональные художники, Гертруда Джекилл тренировалась, копируя работы других. Вот ее версия картины Тернера «Древний Рим». Как видим, ее восхищали цветовые контрасты и игра света в картинах Тернера. Но перед ней стояло непреодолимое препятствие, сильная близорукость, причинявшая ей страдания. По ее словам, она могла видеть не далее пяти сантиметров. Большая трагедия для художницы, мечтающей достичь такого уровня. Джекилл пришлось искать другой способ реализации своего творческого потенциала. Вышивка, чеканка, фотография, стеклоделие, калаш. Эти занятия были в почете в конце 19 века благодаря движению искусств и ремесел. Его участники считали декоративные товары фабричного производства лишенными души и предлагали соблюдать традиции и изготавливать их вручную, как в старые времена. Выходит, объединив искусство и ремесла, Джекилл шла в ногу со временем. Но она заметила одно неохваченное направление — садоводство. Она не признавала традиционных викторианских клумб, которые до сих пор попадаются в городских парках и на набережных. здесь она как будто небрежно расплескала белую и бледно-розовую краску на холсте. Теперь я понимаю, как именно ее вдохновили импрессионисты. Джекилл относилась к садам как к картинам. Она писала, цветы — все равно, что набор прекраснейших красок лучшего качества. И с их помощью она создавала шедевры. Только увидев один из ее садов, можно понять ее замысел. Многие из садов Джекилл давно исчезли, но в деревушке Аптон-Грей в Сурее восстановили один из них с абсолютной точностью. Она считала, что разбить живописный сад труднее, чем написать красивую картину. Она добивалась идеального вида с разных точек. Картина менялась в зависимости от времени суток. Вечером эти белые бутоны сияли, как звезды. Каждый сезон расцветали новые цветы. К тому же Джекилл умела бороться со стихией. Это искусство самой природы, трехмерная живопись. Джекилл не признавала правил и вдохновила множество садоводов-любителей на эксперименты с растениями и на создание собственных шедевров в своих садиках. Ее наследие живет до сих пор. Она оказала наибольшее влияние на садово-парковое искусство. В ее «Некрологии» в «Таймс» Джекилл называют не только садоводом-новатором, но и настоящей художницей с тонким чувством цвета. Движение искусств и ремесел, вдохновившее Гертруду Джекилл на совершенствование английских садов, коренным образом изменило облик наших жилищ. В четырех часах езды к северу от Стокгольма в сосновом лесу Швеции художница превратила оформление интерьера и стиль жизни в форму семейного искусства. Карин Ларсон не была революционеркой в привычном смысле слова. Ее вполне можно назвать образцовой женой, матерью и хозяйкой дома. Однако именно свой дом она сумела украсить таким образом, что изменила всеобщие представления об интерьере и о стиле жизни. У Карин были богатые родители, давшие ей хорошее образование. Она училась на художника в Шведской Академии Свободных Искусств. Карин могла бы стать профессиональной художницей, если бы не влюбилась в другого шведского художника, бедного, но чисто любивого Карла Ларсена. В 1883 году они поженились. Карин бросила живопись и занялась семьей. На этом автопортрете Карла, все-таки сделавшего карьеру художника, Карин вполне можно и не заметить. Но если присмотреться, вы увидите, что она занята шитьем. Ее творческий потенциал не иссяк. Карин украшала фамильный дом, а Карл в своих картинах запечатлел семейную идиллию. Семья Ларсен поселилась здесь в 1901 году и Карин превратила мрачную ферму в уютное семейное гнездышко. Какая яркая домашняя столовая. Интерьер не похож на дворцовый. Карин Ларсен украшала дом по-семейному. и все создавала своими руками. Карин отвергала унылый и мрачный интерьер 19 века. Используя яркие цвета, необычную мебель, абстрактные узоры и букеты цветов. Сегодня мы привыкли к подобному оформлению и трудно поверить, что когда-то оно казалось шокирующим. Такой дизайн и такой стиль были в новинку. Сундборн находится в глуши, но исследования показывают, что Карин не была отрезана от мира. Она выписывала газеты и журналы. Искусство и декор из Франции, студия, журнал об искусстве и ремеслах из Англии. Культура и декор немецкий журнал. Карин знала, что происходит в мире эстетики. Она не просто убивала время в деревне, а сознательно следовала модным тенденциям. Это напоминает движение искусств и ремесел в Англии, так называемый национальный романтизм. В то время не только художники, но и писатели, поэты, композиторы интересовались уникальным стилем шведской деревни. Их увлекало буквально все. Оформление букетов, детская одежда и красота окружающей обстановки в целом. Да-да, она стала иконой стиля для шведов и лицом страны. Загляните в любой шведский журнал по дизайну интерьера. Многие помещения оформлены так, будто сама Карин Ларсон приложила руку. Те же компоненты, обилие цвета, цветы на окнах. Дизайн интерьера звучит легкомысленно, но при этом Карин определила национальную самобытность. Да, так и есть. Окинув этот сельский дом свежим взглядом, замечаешь современный подход Карин. Удачное сочетание дерзкого эксперимента и творческой свободы. вязание Эти причудливые мотивы не похожи на бабушкино вязание. Вот необычный узор. Похоже на персонажа из японского комикса. стилизованное изображение животного с длинными клыками. Что это за существо? А совсем рядом прячется милый сюрприз. Здесь на уголке красивая маленькая груша. по семейной легенде маленькая дочь Карин Брита вошла в комнату с грушей, когда мать ткала полотно и попросила ту включить грушу в рисунок. Карин Ларсон полностью отвергала буржуазные ограничения викторианского искусства. Но прислушивалась к советам своих детей. В оформлении интерьера Ларсон свойственна непринужденность, богатое воображение и игривость. Но без картин Карла Ларсона люди вряд ли узнали бы о самобытном стиле Карин. свежий, незамысловатый, легкий дизайн семейного интерьера Карин Ларсон. Образ жизни стал искусством для каждой женщины, даже в наши дни. Она создала идеальную модель современного жилища. Но потребуется еще полстолетия, пока ее стиль подхватят другие. Наконец, в 50-е, 60-е годы дизайн Карин стал популярным и благодаря одной шведской фирме распространился на весь мир. Она научила нас нарушать правила и оформлять свой дом в соответствии с собственными желаниями. Такова основная идея. Как можно больше цвета. интерьер не должен быть идеальным. Ключевое слово свобода. Свобода тела, мысли, семьи. Это революционный подход. Как ни странно, женщина, отказавшаяся от профессиональной карьеры и не искавшая признания, оставила наследие более ощутимое и в большей степени отразившееся на современной коммерции и стиле жизни, чем любая картина в любом музее мира. Все выбранные мною художницы были первопроходцами. Они находили новые способы самовыражения. В начале 20 века женщины боролись за правовую свободу и политические права. Тем временем в Париже группа дизайнеров намеревалась облегчить жизнь женщин по-своему. О какой свободе может идти речь, если женщина не может даже одеться самостоятельно? Здесь, на выставке моды в отель Девиль выделяется женщина-модельер, прозванная скульптором моды. Она предложила женщинам совершенно новый дизайн одежды. Сегодня имя Вионе не так известно, как Диор, Джованши или Шанель, однако именно Вионе устроила настоящую революцию. Это платье на первый взгляд кажется очень простым, но это обманчивая простота. Вионе отказалась от корсетов, пуговиц, нижних юбок. Она использовала крой, который позволял ткани чувственно обтекать каждый изгиб женского тела. Дизайн Вионе одновременно подчеркивал женственность и дарил свободу. Дочь налогового инспектора Мадлен Вионе родилась в 1876 году. Она начала шить в возрасте 11 лет. Но к 18 ей приходилось сочетать карьеру с заботой о муже и маленьком ребенке. Трагическая смерть малыша в возрасте 9 месяцев заставила ее принять решение. развестись с мужем и посвятить жизнь карьере, пробивая себе путь в парижские дома моды. Однако она считала моду того времени безнадежно устаревшей. У нее было свое представление о дизайне. ее подход ближе к скульптуре и архитектуре. Она считала, что в моде главная фасон, структура. Мадлен Виане изобрела знаменитую косую обрезку. К примеру, возьмем отрез ткани. До Виане полотно обрезали под прямым углом, следуя с долевой нити. Виане предлагала развернуть ткань вот так, по диагонали, и обернуть ею тело. Видите, какой эффект? Материя струится, как вода, окутывает, как облако. Виане подчеркивала женскую чувственность. Ее платья отличались изысканной простотой. Она как скульптор работала на пользу женского тела, а не против него. Подход Виане был не просто дерзким, а скандальным. Она считала ненужным не только корсет, но и нижнее белье. Она подарила новому поколению женщин свободу движения и чувственность. Позже она называла свой успех взрывным. В 20-е годы дом Мот Виане считался лучшим ателье в Париже. С тех пор сохранился только роскошный фасад. Когда-то за ним скрывалась целая фабрика, где работало 1200 человек. В основном женщины. Скромная швея из Абвиля сумела достичь высот модной индустрии Франции. женщина стала не только ведущим модельером, но и предпринимателем. И она использовала свое влияние, чтобы улучшить условия труда своих работниц. Швеи, привыкшие к тяжелому непосильному труду, находили у Виане совершенно иной прием. Виане ревностно заботилась о своих подчиненных. Ее работников и их родителей бесплатно обслуживали врач, донтист и ортопед. При фабрике имелись ясли и специальный фонд. За каждого рождавшегося ребенка, законно рожденного или внебрачного, выплачивалось 500 франков. Виане создала для женщин такие же удобные условия работы, как и ее одежда. Почему такая дальновидная женщина и социальный новатор оказалась забытой? В то время как костюм Коко Шанель пережил сотни воплощений, Виане отказывалась от массового производства. Она стремилась полностью контролировать процесс. Все ее изделия сфотографированы. Здесь представлена каждая из ее моделей. Габриэль Шанель считала копирование величайшей похвалой, но Мадлен Вионе была против подражания. Эти альбомы свидетельства того, как ревностно она оберегала свои модели. Она считала, что ее находки должны не только приносить доход, но и оставаться исключительно авторскими. даже на этикетках в качестве логотипа стоит не только ее личная подпись, но и отпечаток пальца. Потрясающе. Значит, она подписывала свои работы как художник картины. Да. Я вижу, как много внимания уделяется фасону, но модели вовсе не такие простые, как я слышала. Дело не в простоте, а в легкости. Такое платье женщина могла надеть самостоятельно. Ей не нужна была помощь, чтобы застегнуть пуговицы, подправить юбку. Новизна этих нарядов в том, что их можно было надевать без чужой помощи. У вас удобное платье? Благодарите Мадлен. Именно она сделала женскую одежду роскошной и красивой, но при этом не стесняющей движения. Всего через 80 лет женщины освоили новые направления искусства и добились социальных, политических и экономических свобод. Но в завершении своего путешествия мне хотелось бы вернуться к живописи и рассказать о женщине, которая продемонстрировала безграничность наших возможностей. Америка со своей быстро развивающейся экономикой нуждалась в самобытном художнике, способном отразить ее мощь, культуру и динамичное развитие. Нашлась женщина, которая приняла вызов и стала первой великой американской художницей. Джорджия О'Кифф была, мягко говоря, упрямой. Родившись в 1887 году в семье владельца молочной фермы из Висконсина, она уже к 14 годам решила стать художницей. Но к 20 годам после окончания школы искусств ей пришлось заниматься преподаванием на Среднем Западе. Ее карьера художницы началась только после того, как ее ранние наброски показали Альфреду Стиглицу, владельцу галереи 291 в Нью-Йорке. Он был потрясен. Он писал О'Кифф, это самые чистые и искренние работы из всех, что я выставлял в галерее в последнее время. О'Кифф ответила, с их помощью я пытаюсь выразить те вещи, для которых у меня не хватает слов. Наконец, она встретила понимающего человека. Между меценатом и художницей установились отношения, изменившие будущее американского искусства. стиглиц. был одержим юной художницей. Несмотря на 23 года разницы между ними, он чувствовал, что встретил ровню себе, как физически, так и умственно. Мечтая о Джорджии, он сделал сотни ее фотографий. он стремился запечатлеть ее силу и привлекательность, ее самообладание, затаенную чувственность, а также красоту ее расслабленного тела. Она не боялась обнажаться, что необычно для молодой женщины в 1918 году. Сексуальная раскрепощенность у Кифф еще больше проявлялась в ее работах. Особенно в одном мотиве, к которому она постоянно возвращалась. Цветы. Она вкладывала в них новый смысл. Этот водоворот чистоты буквально втягивает зрителя. Но в чем новаторство? Женщины рисовали цветы сотни лет. Такие картины считались декоративными, дамскими, несущественными и безобидными. Но этот цветок безобидным не назовешь. Вдохновившись макросъемкой, Джорджа О'Кифф создала увеличенное изображение цветка. Она писала, «Я подумала, если многократно увеличить цветок, его красоту нельзя будет не заметить. Этот соблазнительный чудо-цветок мало назвать просто великолепным». В 20-е годы стиглиц, известный провокатор, устроил несколько выставок картин О'Кифф вместе со своими фотографиями художницы. Они произвели фурор. Один критик, помешанный на Фредди, написал, что эти картины долгий и громкий взрыв сексуальности. Из-за этого цветочные абстракции О'Кифф теперь рассматривают как стилизованное изображение женских половых органов. Еще один критик, Пол Розенфельд, писал в 1921 году. Ее искусство очень женственное. Болезненный экстаз ее картин открывает мужчинам вожделенную тайну. Интим во всей своей красе. О'Кифф была в ярости из-за того, что ее искусство сравнили с пошлыми картинками. О'Кифф утверждала, что критики видят то, что хотят видеть и извращают ее замысел. Хотя эти противоречия не мешали ее коммерческому успеху, О'Кифф считала, что ее картины опорочены. К концу 1929 года О'Кифф пережила кризис в творчестве и в личной жизни. Стиглиц увлекся более молодой женщиной. Джорджия была на грани нервного срыва. Она решила разбежать на запад в бесплодные пустыни Нью-Мексико. О'Кифф писала, «Это место как будто зовет так, что невозможно не отозваться. Это мой мир. Он идеально мне подходит». В первое лето Джорджия провела здесь пять месяцев, но до конца жизни возвращалась сюда почти каждый год. Она буквально впитывала ландшафт, людей, культуру, оперения птиц, все, что было для нее в новинку. За те пять месяцев она написала 23 картины. Удивительно, что у нее хватило на это сил. Вместо поражения она пережила новый взлет своей карьеры. По-вашему, она воплощение современной уверенной в себе женщины? Да. Когда я начинала работать здесь смотрителем, то не ожидала такой реакции на ее личность. Я больше думала об ее искусстве, но О'Кифф это женщина, которая прожила жизнь так, как ей хотелось. Мало кто может сказать тоже о себе. В любую эпоху, да, даже в наши дни. Именно здесь сформировался культовый образ О'Кифф одинокой, сильной, независимой женщины. Такой же суровой, как местная каменистая пустыня. Ей нравилось это живописное место, где она вела уединенную жизнь. Оно соответствовало выбранной ею жизненной цели. Я должна продемонстрировать людям безграничную красоту окружающего мира. переезд в Нью-Мексико стал прорывом в творчестве О'Кифф и, соответственно, в истории американского модернизма. Теперь американские абстракционисты изображали великолепие своей страны, оторвавшись от европейской цивилизации. И это особенно проявляется в цветовой гамме. Посмотрите, какие цвета. Палитра пустыни. И свет совсем другой. О'Кифф написала множество пустынных пейзажей. Женщина, прославившаяся изображением абстрактных цветов, теперь черпала вдохновение в ландшафте, архитектуре и национальной культуре американского Запада. Джорджия написала эти картины как раз тогда, когда художники Америки находились в поиске американского стиля. Многие из них были